Дорогие зрители и подписчики канала Процветок, с вами Алексей Борисов. И в этом выпуске я хочу поднять тему, как можно приготовить грунт для растений и не покупать его. Как можно его приготовить своими силами. Я сейчас, вот у нас тут ручей, сейчас я его покажу. Вот, и речной песочек перемытый. Вот, тут есть у нас мелкие камешки. Вот, хороший речной песочек, сейчас я его буду себе набирать. Вот песочек, который я копал. Вот торф, я его накопал заранее. Вот, и сейчас я вам расскажу все это, как и где я брал. Значит, торф этот имеет кислотность в районе от 6 до 7. Почему я это знаю? Потому что я его брал там, где растет так называемый лапчатка гусиная. Она растет на почвах, близких к нейтральным. Вот. Но еще она также может расти на щелочных почвах, на которых растет также мать и мачеха. Вот. Но мать и мачеха, где растет, она уже насильна щелочных, поэтому там брать нельзя. Это низинный торфяник. Значит, торфяники какие можно брать для грунта? Вообще, у нас в Белоруссии существует 4 типа торфяников. Верховой торфяник – это самый кислый. Это на клюквенных болотах, там, где растет клюква и голубика. Он имеет кислотность 3-3,5. Его нельзя брать. Потом есть низинные торфяники. Это торфяники, которые имеют грунтовое питание. Верховой торфяник грунтового питания не имеет. Он имеет только поверхностное при помощи дождя. Вот. И есть также еще пойменные торфяники. Это торфяники, которые сформировались в пойме различных рек. Обычно они формируются около коренного берега, около берега так называемого. Вот. Еще есть так называемые переходные торфяники. Это бывшие низинные, у которых в результате действия человека, в результате слишком глубокого осушения, они оторвались от грунтового питания и начали становиться кислыми тоже. Такие тоже брать нельзя. Поэтому я беру обычный верховой торфяник. Пойменный торфяник очень хорошо, но у него есть особенность такая, что он может сковаться и превратиться в кирпич. Вот. Для этого и низинный торфяник может тоже сковаться, но меньше вероятность, потому что в нем меньше и листой фракции. Вот. Поэтому я взял песок для того, чтобы речной песок, именно речной, он будет тоже соответствующей кислотностью в районе 6 и не будет содержать соли. Если взять просто песок на улице, он может быть с солью, и вы если перемешаете, то ваша рассада погибнет. Обязательно надо перемешивать торф с песком, примерно в равных количествах. Вот что я сейчас и сделаю. Я беру торфяник, насыпаю. Вот я беру пол ведра, насыпаю низинного торфа. Вот, высыпаю его в емкость для перемешивания. Также сейчас набираю такое же количество песка. Обязательно такое же, можно даже и больше. А как для пойменных торфяников, за счет того, что они имеют большое количество и листой фракции, и могут превращаться в брикет, то можно даже больше, чем половину. И значит, что, вот, беру и потом все это перемешиваю. Еще хочу сказать попутно, пока я его перемешиваю, многие любят пользоваться марганцовкой для дезинфекции врунта, именно для рассады. Но я вас хочу огорчить, что марганцовка дезинфекцию не делает. Она является только микроэлементом, содержит микроэлемент марганец. Вот, так как для того, чтобы она обеззаразила почву, это надо буквально ее посыпать. Но если вы так сделаете, у вас ничего расти не будет на этой почве. Вот, а марганцовка, она работает по принципу перекиси водорода. То есть обе они выделяют атомарный кислород, который является дезинфектором. Продезинфицировать им можно рано, но ни в коем случае никак не почву. Вот, вот у нас получилась вот такая вот смесь песка и торфа. Вот эту вот смесь мы будем использовать для посева семян томатов. Почему в этот торф я ничего не добавляю? Именно в низинный торфяник, на котором растет вот эта лапшитка гусиная. Это торф, который содержит массу питательных веществ, которых будет предостаточно для того, чтобы выросла у вас хорошая рассада. Поэтому я его просто перемешиваю с крупнозернистым песком. Желательно, чтобы там камешки содержались, чтобы корни закаливались. Можно еще единственное добавлять, если боитесь то, что у вас будет залив, потоп в рассаде, то можете добавлять на дно вермикулит. Ну или другой дренаж, чтобы немножко был больший дренаж. Я не добавлял, у меня было все прекрасно и все хорошо росло. Почему его можно не обеззараживать? Вы скажете, что в этих пакетах грунт обеззаражен. Потому что тех болезней, которые есть на вашем огороде, их попросту нет в этом торфе, который вы набрали возле речки. Потому что там не растут растения с огорода. А микробы и грибы, они, как правило, специфические. И они живут там, где есть их хозяин. То есть, я по такому принципу. Я его никогда не обеззараживал. И на нем все росло прекрасно. Все, с вами был Алексей Борисов. Спасибо за внимание. Удачных вам посевов.